Честная и эффективная экономика. Эта тема стала главной на форуме ОНФ, который проходит в эти дни в Ставрополе. На форум приехали более 600 человек. Вместе они обсуждают самые острые проблемы в экономике. По оценке ОНФ, сейчас уровень неэффективности трат федеральных средств превышает 20% от бюджета страны. И в нынешних сложных финансовых условиях эти деньги необходимо использовать на развитие государства. ЖКХ, борьба с коррупцией, межнациональные отношения, импортозамещение. Эти направления сегодня в приоритете южных и северокавказских регионов. И региональные средства необходимо расходовать именно по этим направлениям. Так, во время экономических дискуссий активисты ОНФ предложили вводить налоговые каникулы для предпринимателей, занимающихся импортозамещением. Такие льготы следует распространить на растениеводство, животноводство, рыбоводство, производство пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды. Члены Народного фронта полагают, подобная мера позволит вывести из синевого сектора подсобные домохозяйства, зарабатывающие на производстве сельхозпродукции. Параллельно на других площадках речь шла о неэффективных тратах. Я убеждён, что у России нет проблем с бюджетом. Никакого дефицита нет. Если мы будем эффективно тратить деньги, то у нас будет профицит. Вместо антикризисного плана сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бричалов призывает регионы составлять план развития. По его словам, потенциал у регионов есть, им надо помогать, а потому бюджетные средства нужно тратить разумно. Так считает и сопредседатель ОНФ в Ненецком округе Валерий Чупров. В целом, проект за честные закупки, допустим, сэкономил в государственной казне порядка 160 миллиардов рублей. Если взять работу этого проекта на нашей территории, в Ненецком автономном округе, то порядка 140 миллионов рублей закупки на 140 миллионов рублей, так или иначе, попали под контроль активистов. Это 21 закупка. И закупки на 47 миллионов с лишним были отменены. В 2016 году Общероссийский народный фронт в Ненецком округе планирует расширять штат активистов, чтобы эффективных покупок стало больше, а неразумных трат меньше.